Кузнецы, как правило, они должны быть в первую очередь смекалистыми и умными. В этой мастерской художественной ковки всегда кипит работа. Образы изделий югорчанин Владимир Алексеев в основном находит в интернете. Преображает по своему вкусу и делает эскизы. Завиток это основной элемент вообще в ковке. Здесь рисуем какой элемент примерно и длину заготовки. Перед тем, как работать с металлом, нужно его раскалить. Несколько лет Владимир использует угольный горн. С недавнего времени появился у него еще газовый. В нем заготовки в зависимости от размеров раскаляются от 3 до 10 минут. А зам кузнечного ремесла Владимир учился у опытных мастеров. Освоив дело, задумался об открытии мастерской. Я пришел участвовать на конкурс «Путь к успеху» от фонда поддержки предпринимательства. Это изменило всю картину мира. Показали, что можно развиваться как предприниматель. Короткие металлические заготовки переворачивают и достают из горна клещами. Вообще у Владимира много рабочих инструментов. Есть и специальное оборудование. Еще в прошлом году мастер ковал самые разные изделия, от пряжки до ворот, исключительно вручную. Сейчас труд кузнеца облегчил автоматический молот. Есть такая поговорка, кузнец должен быть достаточно ленив, чтобы не делать лишнюю работу. То есть вот приобрели молот. Считается, что первые механизмы, упрощавшие работу кузнецам, появились в 16 веке. Это рычажные молоты. Двигались они от силы воды. А в 19 веке кузнецы стали превращаться в фабрики. Паркатные станы и гидравлические молоты, работающие на паровых двигателях, применялись до 20 века. Сегодня кузнечное производство – это современные технологии. Они применяются в различных сферах. Есть кузнецы-оружейники, есть инструментальщики. То есть много разных ниш, даже среди кузнецов. Но мы занимаемся непосредственно художественной ковкой. Мангалы разных размеров, кованые скамейки, столы, ворота, арки, лестницы и даже парковые и садовые скульптуры создаются в мастерской Владимира Алексеева. Здесь он трудится с товарищем с утра до позднего вечера. Своим творчеством ребята радуют родных и близких. Первую розу мы подарили подруге, девушке знакомой. Она, как бы сейчас, видя, какие розы мы делаем, говорит, а что вы мне такую не сделаете. Но, как говорим, зато у тебя самая первая наша роза. Владимир Алексеев утверждает, что в кузнечном деле нужно постоянно совершенствоваться, искать новые способы работы с металлом. В интернете мастер обращает внимание на работы кузнецов, которые ему близки по стилю. Возможно, когда-нибудь вот такой необычный кузов автомобиля или сказочный дракон станут новыми шедеврами в этой мастерской.